Приветствую вас! Во-первых, мне бы хотелось заметить, что если вы действительно знали бы, что вы сделали не так, и если бы вы действительно поняли бы всё про себя, то я полагаю, что вы бы не писали это сообщение, не писали бы этот текст, а напротив старались бы заниматься своей жизнью, старались бы жить дальше, вне зависимости от того, что, например, мужчина вас, значит, будет делать и так далее. Из этого я могу сделать вывод, что вы немножко заблуждаетесь по поводу того, что поняли всё насчёт себя. Ну, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, что вы не до конца это понимаете сами. Вот. Это то, что я вам хотел заметить по поводу того, что вас интересует только молодой человек, то есть про себя вы всё уже поняли. Правда в том, что если бы вы всё поняли про себя, то молодым человеком вы бы не интересовались бы вообще. Потому что даже если бы вы его любите, даже если вы, ну, тяготеете к нему, всё равно тот выбор, который он сделал, да, то есть выбор не быть с вами, например, вместе. Ну, нужно уважать. И если бы вы поняли всё насчёт себя, то вы бы его выбор уважали бы таким, какой он этот самый выбор есть. Ну, каким он является, по крайней мере. Вы же, на мой взгляд, продолжаете тяготеть к мужчине. И это означает, что не так вы уж и сильно продвинулись в понимании себя. Ну, это в любом случае, это в любом случае то, что позволяет мне говорить мой опыт. Есть вероятность, что у вас всё по-другому сейчас. Есть вероятность, что вы действительно поняли какие-то вещи. Есть вероятность, что вы действительно осознали, что действовали как-то неправильно и так, как действовать, например, не нужно было. Вот. Поэтому я постараюсь вам ответить на вопрос. Итак, он со мной расстался из-за моего поведения. Какого именно? На звонки мои отвечают, но я решил не навязывать и дать ему время остыть. Ага, хорошо. В общем-то, очень хорошая и правильная позиция дать человеку остыть. Вот. Ну, а дальше вы пишите. Прислала в вайбере голосовое сообщение длительностью 5 минут, в котором просила подумать обо всём ещё раз и дать последний шанс. То есть это надо понимать так, что шансы вам уже давались. То есть это надо понимать так, что такие ситуации уже были и надо это понимать так, что шансами вы, ну скажем так, не воспользовались. Опять же, я говорю сейчас только с позиции того, что я вижу. То есть не подумайте, что я пытаюсь вас в чём-то обвинить. Не подумайте, что я пытаюсь вас в чём-то там уличить, например, и так далее. Нет, на самом деле ничего такого нет. Просто если вы говорите про последний шанс, именно последний шанс, то я полагаю, что, ну, наверное, вам шансы уже давали. И я полагаю также, что если вам шансы давали, то вы по какой-то причине этим шансом не воспользовали. То есть вам что-то помешало и, на мой взгляд, нужно понять, что именно, что помешало. Дальше идём. Значит так. Как ваше сообщение, которое вы прислали, вписывается в то, что вы даёте мужчине время подумать и остыть? Сообщение наоборот. Не даёт ему времени подумать и остыть. То есть вы давите на него. И здесь, опять же, поднимается вопрос о том, насколько вы действительно поняли, что вы делали не так. Он моё сообщение прослушал полностью, откуда вы знаете, и на следующий день вечером написал хорошо. Он написал хорошо, но не позвонил, не предложил встретиться, ничего. Кроме того, вы просили подумать обо всём ещё раз. И его ответ значил именно то, что он ещё раз подумал. Вы подумали, что он переспал с этой мыслью и решил согласиться. Я обрадовал. Вы восприняли это через сюрпризму своих желаний. То есть вам хотелось, чтобы человек принял вас, дал шанс вам, и вы это приняли, вы желаемое приняли за действительное. Вот так вот. Ну и опять же, я обрадовался, позвонил на следующее день и слышал, что айсберг не сдвинулся. Как, опять-таки, то, что вы дали мужчине время остыть и подумать, увязывается с тем, что вы ему позвонили. При том, что он сам не позвонил. Ну, логично, если бы он вам, если бы он решил дать вам шанс, если бы он решил продолжать с вами отношения, он бы позвонил вам сам. Но он этого не сделал, позвонили вы. Понимаете, противоречия. Далее, что значит, айсберг не сдвинулся? Как вы слышите, что айсберг не сдвинулся? А я уточнился, что он написал хорошо. Значит, он подумает. Ну так, он подумает. Это не повод звонить. Разве не вы сами написали, что решил не названивать и дать время ему остыть? И тут же вы спрашиваете в своем вопросе, раз он написал хорошо, значит, он подумает. То есть, вы опять на него давите. На что он сказал хорошо, это значит, что между нами ничего не будет больше. Но он подумал. Хорошо, это не значит, что он будет с вами. Вы восприняли хорошо так, как вы и хотели. Я растерялся и ответил понятно. Он выпалил пока и бросил трубку. Это очень странно. Как я должна понять, что да, это нет. Он не говорил да. Он не говорил да. В данном кондикте хорошо не означает да. В данном кондикте хорошо означает, что он вас услышал. Не более того. Ну, мы могли бы, вы могли бы написать ему в том же вайбере, например, что это значит. Но вы почему-то решили позвонить. То есть, это все ваша инициатива, понимаете. До того, как я прислал ему сообщение голосовое, он отвечал на все мои звонки. На какие-то даже перезванивал. И каждый раз спрашивал, что хочу от него. И потом говорил, мы не будем вместе, все пока. А как-то странно получается там на самом деле. То есть, зачем он вам звонил? Из-за чего он спрашивал, чего вы хотите от него? Какая у вас проблема была? Как вы поняли, что вы делали не так, если до голосового сообщения у вас был конфликт? После голосового сообщения вы тоже считаете, что это он вам запутал мозги. При этом вы говорите, что он с вами расстался из-за вашего поведения. Что как бы не вписывается в то, что он вам звонит. И при этом вы говорите, что вы все поняли. Непонятно. Противоречие на противоречие, на самом деле. Так, значит, мы не будем вместе, все пока. Выглядит так, я на каждый твой 333 звонок беру трубку, чтобы 333 раза тебе сказать, что я не хочу быть с тобой. Ну и что? Да, может быть. А вам-то что из этого? Еще есть такое чувство, как будто он идет от меня каких-то слов. Ну каких? А почему вы должны вообще говорить ему какие-то слова? Из-за какого поведения вы расстались? Может быть, вашей ответственности там и нет совсем. Мужчина просто манипулирует вами, пытается набить себе цену. Так, я уже сказал, что он самый лучший, все хороший и всяк сказал. Должны не те эти слова. Не те. Если он расстался с вами из-за вашего поведения, то поведение менять нужно, а не слова. Если вы, например, на него давили, если вы, например, постоянно ему докучали, то вы сейчас продолжаете это делать. Из-за того, что либо боитесь быть одна, и у вас идет психотическое поведение, то есть поведение, при котором вам нужен кто-то рядом. Либо вы, наоборот, подсознательно отталкиваете мужчин от себя. Ну, это нужно выяснять, опять же. Так, я не могу понять, он безразличен ко мне или нет. Он не безразличен к вам, но это не означает, что он хочет быстро быть с вами вместе. Какие слова, действия, сказать, сделать, чтобы он нас отставил? Никаких. Вы правильно решились не навязываться дать время. Но вы не даете ему время, потому что вы тут же спрашиваете, какие слова, действия, сказать, сделать, чтобы он нас отставил. Это первое. Второе. Чтобы понять, какие именно действия, мужчина понимает только из их действий. Ну, это понять, из-за чего ваша проблема. А непонятно, из-за чего проблема первоначально вообще. Сейчас вы говорите только из-за моего поведения. Но какое это поведение? Так, я хочу понять, что его действия говорят о том, что есть чувства у него или нет. У него есть к вам чувства. Вопрос в том, какие это чувства. Вы ему может быть неприятны, вы ему может быть приятны, но он не хочет с вами быть. В любом случае, мужчина сейчас сделал выбор. С вами не быть. Если вы себя уважаете, вы этот выбор примете. Если вы выбор принять не можете, то это уже ваша ответственность. И с вашей ответственностью нужно разбираться. Далее. Чтобы мне знать, делать первые шаги на плечи или жить дальше. Вам в любом случае нужно жить дальше. Мужчина, если он захочет, он делает сам первые шаги. Или вы считаете, что вы, как женщина, должны делать первые шаги. Есть другой мужчина, который привлекает ко мне знаки внимания, но я его не люблю. Я выбрал своего парня и хочу быть с ним. Знаете, это ваше желание, но помимо вашего желания, есть еще желание и мужчины, собственно. А оно такое впечатление, что не учитывается. Вот. Молодой человек может знать, да, что вы его выбрали, но при этом, при этом, это мало что меняет. То есть вы можете сколько угодно его выбирать, но если мужчина считает, что вам с ним не по пути, если вы не делаете его мужчиной, то сколько бы вы его не выбирали, а с ним вместе вы не будете. Это к вопросу о действиях, которые вам нужно сделать. Действие на самом деле только одно, это чтобы мужчина рядом с вами чувствовал себя именно таковым мужчиной, а не кем-то другим. Ни родителям, ни ребенком, ни подопытным кроликом, ни объектом, ни средством, ни, не знаю, там, сексуальным каким-то удовлетворением, да, именно мужчиной, большой буквы. А для этого нужно знать, какой он мужчиной, для этого нужно понимать, какая вы женщина. И тогда у вас все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!